Так просто ни в одно учебное заведение Соликамска не попасть. Если вы студент или учащийся, показывайте на вахте свой студенческий билет, либо прикладывайте к турникету пропуск. Если вы иное лицо, показывайте, опять же, охраннику удостоверение личности, какой-либо документ и сообщайте о цели своего визита. В четверг цель визита сотрудников полиции и Росгвардии в 22 учебных учреждения внеочередная проверка безопасности. Проверяются как технические системы и доступность аварийных выходов, так и человеческая компетентность в вопросах охраны жизни, здоровья и внутреннего порядка. Проверяется знание сотрудников либо охранных предприятий, либо вахтеров о действиях при чрезвычайных обстоятельствах, в том числе о действиях при нападении на здания, на сотрудников. У нас все учреждения среднего образования и дошкольные учебные заведения, дополнительного образования оборудованы кнопкой экстренного вызова полиции. Норматив прибытия – это до 10 минут в дневное время и до 5 минут в ночное время. В единственном вузе города также есть возможность вызова силовиков нажатием кнопки, но на мобильном телефоне у охранника на вахте главного корпуса. Силовики и сюда с проверкой пришли. Во всех корпусах из ГПИ стоит так называемая электронная проходная, поэтому студенты очной или из очной формы, а также сотрудники, заходят только по пропуску. Студенты из технологического техникума, занимающиеся по соседству, проходят в институтскую столовую, показав на вахте студенческий. Нет какого-либо документа, удостоверяющего вашу личность? До свидания. Приходите, когда будет. Если есть что показать и цель визита адекватна и ясна – заходите. В двух основных учебных корпусах уже около 15 лет на вахте сидят только мужчины. Даже ночью дежурят. Все прошли недавно обучение по четвертому разряду охранника. Есть определенная документация по подростному режиму, по антитеррору. Все у нас, обучение прошли все. Имеется у нас звуковая сигнализация антитеррористическая. 18 камер стоит у нас в здании и по периметру 5 камер. Все в порядке с видеонаблюдением и в горнохимическом техникуме. На крыльце камера, за первой же дверью турникет, а за второй дверью уже встречает охранник лицензированного ЧОПа, имеющий тревожную кнопку, военную выправку, три служебных журнала и несколько студенческих билетов опоздавших юношей и девушек. Дисциплина строгая, но справедливая. Люди, не имеющие отношения к техникуму, могут зайти так же, как и в институте. А допуск рабочих и монтажников для проведения каких-то работ осуществляется по приказу руководителя с пофамильным списком. В течение учебного года проводятся инструктажи по безопасности со студентами и педагогами. Отработка действий в случае чрезвычайных ситуаций и эвакуации минимум два раза в год. На сегодняшний день, после этих трагических событий, вот уже буквально сегодня, проведен инструктаж с сотрудниками по антитеррористической безопасности и по действиям в этих ситуациях. И педагоги, в свою очередь, проведут до конца недели соответствующие беседы со студентами. На первых парах во многих группах уже обсуждали случившееся в городе Керчь. Студентки поделились с нами соображениями о мотивах преступника. Может быть, то, что на него не обращали внимания учителя. Атмосфера в самом техникуме, отношения к нему, коллектива, а также преподавателей. Это вот все, наверное, накопилось, и поэтому он решил. Безопасность, по мнению девушек, в Горнахиме достойная. Что делать, чтобы такого больше не случалось, также порассуждали. Мне кажется, это нужно отношения выстраивать и в коллективе, и к каждому относиться уважительно. И не допускать того, чтобы человек, ну, скорее всего, молчал, не высказывался. Это же копится в себе, и поэтому... Что ж, мы надеемся, что кроме силовиков, случившееся в Керчи уже анализируют и в Министерстве образования. Хотелось бы, чтобы выводы были сделаны правильные, и меры приняты действительно нужные и своевременные, чтобы не допустить подобного впредь. Антон Старостин, Дмитрий Солдатов, телекомпания Соль-ТВ.